Ну фактически площадка находится в лесу, то есть это край города. Вообще какие перспективы на развитие этого куска территории, потому что рядом с вашим будущим домом нету ни школы, ни садика, ни магазина, ни кинотеатра. Вообще ничего нету, есть только лес с белками и грибами, все, больше нету. Вы на что вообще рассчитываете? Ну что, друзья, добро пожаловать на эксклюзивную встречу с застройщиком, астраханским нашим иногородним, по проекту Амундсен, растяжками которого расклеен весь академический район. Кто-то языком чешет, а кто-то таскает оборудование, чтобы снять для вас ролик. Друзья, всем привет! Привет! Сегодня у нас очень интересный видеообзор ЖК Амундса. И именно поэтому мы находимся в брендированном салоне вместе с Пашей. Специально для вас приехали на места, что называется. И надо сказать спасибо Паше, который договорился с данным застройщиком о том, чтобы мы взяли у него интервью. И сегодня мы, я надеюсь, будем первым для вас, так сказать, первое первооткрывательное. Да, ты как раз скажешь. Итак, ребята, мы в гостях. Знакомимся. Геннадий. 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 Специально для нас это руководитель отдела продаж. Мы будем задавать различные вопросы. Надеюсь, острые. Паша, острые вопросы. Мы сегодня задаем с прищуром. С прищуром. Все для вас, дорогие друзья. Но прежде чем мы начнем это интересное интервью, я хочу сказать, что это всего лишь навсего первое. От первого лица, от застройщика, чтобы он ответил нам на вопросы. Вопросы есть? Вопросы есть. После этого выйдет второй ролик, где мы уже свое впечатление об этом всем мероприятии и о застройщике, о том, где мы побывали, что увидели, что услышали. Снимем, но это будет уже потом. Потом второй ролик. Ну а сейчас давайте начинать. Так, ребята, мы в офисе жилого комплекса «Амутсен». Здесь все брендировано, вплоть до того, что сотрудники в специальных костюмах и даже на спине, видите, вместо татуировки вот на пиджаке написано. И мало того, подождите, мало того, смотрите, обратно повернись, пожалуйста. Значит, во-первых, очки, да, зацените. Галстук. Брендировано. Все брендировано. Там не надо дальше снимать. Значит, кроссовки, это все брендировано. Вы поняли, да? Уровень. Вот это заявка на победу. Вот это я так называю. Значит, вот это все стиль разрабатывал стилист Филиппа Киркорова, ну, который, знаете, все говорит. Все красиво. Все божественно красиво. Так, девушка, а вы продолжайте. Все снимайте. Все показывайте. Так, внутри. Так, пиджак посмотрели в сторону. Рубашку снимаем. Что там сливчиком всех интересует? Все хорошо. Тоже брендирует. А, он же, кстати, женат. Ребенок родился, вот. У меня тоже трое детей, но вы поняли, я прошел путь-то уже три раза, так что возвращаемся. Куда вы уходите? Куда? Паша, я предоставляю слово тебе. Ну, я предварительно анонсировал это интервью у себя в соцсетях. И первый вопрос, с которого хочется начать, именно Геннадий, это почему именно Егатеринбург? Выбран астраханским сестрочкам. Я, насколько я понимаю, у вас там реализовано в городе перепроектно в своем. Все верно. И вы выбирали какой-то другой город для расширения сферы, что называется, Е. Почему выбор пал на наш любимый город? Вызывает база! Ответьте! Мы рассматривали несколько разных регионов. Дело в том, что Егатеринбург, на наш взгляд, это город, который динамично развивается. Город-миллионник, да, здесь очень большое количество застроек. Несмотря на то, что рынок конкурентный, у нас Астрахань достаточно маленькая, да, в среднем Астрахань там продает по новостройкам 120 квартир, а Екатеринбург в десятки раз больше, да, ну, кратно больше, в общем. Поэтому нам поступило, так скажем, предложение освоить площадку от РСГ академического, от Картроса, да, и мы проанализировали рынок и поняли, что в целом академический район достаточно развивающийся, и маркетологи наши, исходя из анализа, сказали, отличная площадка, заходим, и мы вот, собственно говоря, и здесь. Мы вот сейчас только что были на этой площадке, буквально заезжали на нее по бетонным плитам, переезжали реку, ну, фактически площадка находится в лесу, то есть это край города. Вообще, какие перспективы на развитие этого пуска территории, потому что рядом с вашим будущим домом нету ни школы, ни садика, ни магазина, ни кинотеатра, вообще ничего нету, есть только лес с белками и грибами, все, больше нету. Вы на что вообще рассчитываете? Ну, смотрите, как я уже и сказал, да, академически он достаточно динамично развивается, если там взять его историю, то есть здесь, там, 10 лет назад вообще ничего не было, да, и, а сейчас уже это целый микрорайон. Мы когда приезжали сюда осваивать, осматривать, да, площадку, людей набирать, и проходили всего здесь по Академику Сахаровой, я даже не видел там из-за бугра то же самое, там, притяжение, да, сейчас уже на данный момент они растут, ну, то есть, собственно говоря, район динамично развивающийся, и нам у нас стройка, в принципе, достаточно большая, 100 тысяч квадратных метров к тому времени, когда мы ее реализуем, вся инфраструктура, которая предполагается для комфортного проживания, мы предполагаем, что она будет. В том числе, вы говорили про магазины, да, ну, то есть у нас также коммерция вдоль, ну, то есть по первому дому порядка 5 тысяч коммерческих помещений, собственно говоря, мы и планируем туда заводить, чтобы жителям, которые выбирают нас сейчас, на данный момент, да, уже было комфортно проживать сразу, как только они въедут в дом, да, ну, или как только мы реализуем весь комплекс. А я правильно понимаю, что там еще торговый центр, кто-то планируется в углу. Я на рендерах по стяжению. Ты не забывай, микрофон здесь. Я правильно понимаю... Говори, не будь. Я правильно понимаю, что в районе ЖК Школьный планируется торговый центр. Я, ну, по торговому центру сказать не могу, планируется или нет. Вы говорили, Иван, про школы. У нас вот 123-я школа, которая там буквально в пяти минутах езды от нашего ЖК уже... Езды? Езды, да, ну, все верно, все верно, да. Ну, кстати, уже дорога, которая по Амунсен, она уже у нас, насколько нам известно, находится в экспертизе и в ближайшее время будет реализована, собственно говоря. Ну, по нашему опыту, как правило, там, да, люди, большинство людей там возят своих детей до школы, как правило, на автомобиле. Ну, я понял. Да, вопрос все-таки я еще раз тогда попробую по-другому перезадать. Ну, Паша меня, конечно, потом еще добавит, расширит, углубит. Вот мы с Павлом занимаемся в этой сфере много лет, каждый в своей, так сказать, области. Паша профессиональный риэлтор, да, и он знает, в принципе, что людям надо, да, да, они выбирают квартиры. Я профессиональный дизайнер, и я знаю тоже, что людям, в принципе, надо, что они хотят выбирать. В первую очередь, это локация, ну, то есть место, где они будут жить, собственно говоря. Если от всего абстрагироваться, да, и посмотреть на этот кусок там сверху, и что вокруг, классно, потому что вокруг лес. Ты будешь в окно смотреть, будет лес. Это здорово. Ты вышел, погулял, чистый воздух, ну, почище, так скажем. С этой точки зрения классный. Значит, но человек же не живет просто в лесу, правильно? Ему нужны какие-то удобства. То есть, ему нужно будет водить в детский садик ребенка, ему нужно водить в школу ребенка. И желательно не просто водить, а чтобы он сам дотопал. Вот топать от вас через мост до школы, на которую вы указываете, минут сорок пешком. Ну, просто мы вот сейчас смотрели, ну, 30, ладно. 25-35. Вот. И до этого вы сказали, что, ваши слова, мы надеемся, что инфраструктура разобьется. Вот вы расскажите, на что вы надеетесь, кто будет ее развивать, и откуда у вас вообще такие сведения, что ее вообще кто-то будет там развивать. Ну, то есть, я к чему? Я чтоб понятно было, дорогие зрители, я для вас, между прочим, стараюсь. Значит, чтобы вы понимали, когда вы заедете и в этом замечательном месте начнете жить, где лес вокруг, да, то есть, вы должны понимать, что вокруг, ну, они же должны понимать, что вокруг, куда они поведут в саде, в школу, куда они пойдут развлекаться, там, где они продукты купят. Вот конкретнее, это есть в планах, или это вы предполагаете, что будет в планах? Ну, смотрите, здесь нужно в первую очередь разграничить, так скажем, полномочия, да, наши как застройщика, в первую очередь, да, и вот все, что в рамках нашего, так скажем, зоны влияния, да, мы за это можем нести ответственность. Нет, извините, сразу перед, пожалуйста, извините, сейчас я заперебью. Это понятно, но человека интересует, что вокруг, поэтому застройщики любят выбирать место, где уже сформировалась какая-то комфортная среда. Ну, в городе, например, кусочек выхватили, тут школа, тут садик, тут кинотеатр, ну, и так далее. А вы выбрали место, где вокруг нет ничего. Все верно. Ну, пока, на данный момент, на данный момент нет ничего. Невероятно вы обладаете какими-то знаниями, которых у нас нет, что здесь в перспективе что-то появится. Вот это я пытаюсь выяснить. Ну, смотрите, как я уже сказал про школу, да, которая, на наш взгляд, она не в 25 минутах ходьбы даже, да. Дубль измока вы спорите. Да, давайте, давайте. Ну, то есть, и в нашем понимании жители, которые водят в школу ребенка, они его возят на машинах, на автомобилях, собственно говоря, это 5 минут езды. То есть здесь проблем нет. Если что касается развлечений, в академическом не нужно далеко ехать. Это вот здесь у нас, вот на Вильгельме Дегене есть торговый центр, естественно, да. Но сейчас практически у каждого жителя есть автомобиль, тем более, что наш комплекс, он рассчитывается на таких насемейных людей, да, и не составит труда там в течение 5-10 минут проехаться до каких-то ближайших. Имеется в виду, если мы рассматриваем сферы развлечения, в том числе, да, школы, сады, в садик у ребенка, ну, одного, собственно говоря, не пустите. Значит, это я, как родитель, выбираю везти своего ребенка и в школу, и в сад до тех пор, пока он там не встанет, более-менее до 9 лет, там, да, хотя бы. Ну, то есть я его, у меня дочка, я ее вожу там на машине до школы, да. Поэтому, на наш взгляд, здесь проблем катастрофичных нет, как бы я сказал. Вот. По развлечениям тоже уже сказал. Ну, а что касается, там, таких вещей, первых необходимостей, первой необходимости, такие, там, продуктовые магазины и все, что связано с жизнедеятельностью, это мы будем предоставлять у нас в коммерческих помещениях. То есть у вас будут помещения сдаваться там под аренду или продаваться? Да, 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 конечно, да, да. Продаваться не будут. Мы хотим коммерцию, да, да, да. Мы хотим коммерции сами, собственно говоря, ну, можно так сказать, рулить, да, чтобы никакие, ну, то есть чтобы не было там двух пиццерий всяких там разных, да, пивных магазинов. Тогда расскажите набор тех помещений, которые вы предполагаете расположить на первых этажах. Смотрите, ну, то есть у нас сейчас на данный момент отдел продукта формирует перечень тех арендаторов, которых запускаем, ну, это продуктовые магазины, ну, вещи первой необходимости, да, возможно... Ну, какие? Ну, все, что... Парикмахерская. Ну, там, да, парикмахерская. Бургерная. Бургерная нет, но не рассматривая. То есть сейчас список этот формируется, мы его будем на рабочей группе утверждать. Ну, сейчас... Красная, белая. Нет, красная, белая, это не вещи первой необходимости. Я предлагаю уже убрать фокус с локацией. Мы все с тобой понимаем, что у нас сейчас перспективно развивающиеся. И это... Нет, последний вопрос, Паша, пожалуйста. Мне очень интересно. Мне стыдно, извиняюсь. Все хорошо. И надо было еще вот так сделать. Я уже раза два так сделал. Давай. А сколько жителей будет проживать вот в вашем этом микрорамке? В 24-м. Да. Ну, у нас на комплексе это в районе 1985 квартир, ну, 2000 давайте так, грубо говоря, ну, вот на 3 умножить 6 тысяч. 6 тысяч. На 3, на 2,5. 6 тысяч человек. Да. Смотрите, вот мы про школу поговорили, вот, про сад, я так и не услышал, какой детский сад будет. Ну, смотрите, здесь и вот рядом со 123-й школой также есть, и здесь. Конечно. То есть вы сами строить чего-то там не будете? Детского сада, школы не будет? Мы, как застройщик, нет. Окей. Нет, просто вопрос, уточнение. Значит, вы сажаетесь на готовую инфраструктуру, имеется в виду вот этого социального блака, так его назовем. Вот сейчас школа, которая вот в этот район школьный. Да, 500 метров я по прямой проверил, 500 метров, поэтому не 40 минут. Если даже за Гигулиной взять, ну, где-то минут 20-25. И... Ну, подумали. 500 метров 25 минут? Нет, это по прямой. Там же река через день перепрыгнет. Так там, к тому моменту, пока вы построите свои 4 дома на 6 тысяч человек, места в школе-то закончатся? Так там еще в перспективе. Вот здесь одна школа. Да, да, конечно, конечно. Там по застройке микрорайона именно, ну, если посмотреть, у нас есть рендер будущего, так скажем, да, что планируется там рядом. Мы можем посмотреть, там несколько школ и детских садов. Ну, и все. Вот про локацию завершающий вопрос. То есть, значит, мы все будем передвигаться на машинах, как вы говорите, ну, на чем-то, на каком-то правом, на транспорте, соответственно, туда дорога планируется нормальная, так? Какой-то транспорт запустится, или вы не знаете, запустится или не запустится, или это будут опять эти бомбить на машинточнике, как это будет происходить? Да, дорога, как я и сказал. И про парковки для тех, кто, значит, там купит квартиры, кто будет на машинах, сколько парковочных мест предполагается сейчас. Смотрите, в общем, что касается дороги, как я уже и сказал, она по улице Амундсона уже находится в экспертизе, по нашим данным, да, и уже вот в ближайшее время будут реализовывать. У нас есть графики, я ими, к сожалению, не обладаю, поскольку это не моя зона ответственности, да, но можно запросить информацию и более детально уже там как-то уточнить. Остановка общественного транспорта по вот этому уже генеральному плану, она планируется прямо вот на пересечении улиц Амундсона и Ландау, практически выходишь из второго подъезда нашего дома, и вот здесь 5 минут остановка общественного транспорта. По маршрутам, которые сейчас туда будут ходить, не подскажу, не знаю. Что касается паркинга, мы здесь, на наш взгляд, предусмотрели, вообще мы знаем проблему академического с точки зрения паркинга. У нас здесь запроектирован коэффициент 0,5, то есть это в районе тысячи парковочных мест, это 280 мест крытый паркинг. У нас планируется парковка на 600 мест, которая тоже отделена, но не во дворе, то есть это у нас двор без машин, да, если смотреть на концепцию комплекса. Это на 600 мест машины под видеонаблюдением, под охраной. На улице? Да, это на улице, да, открытый паркинг, он бесплатный, да. И места дублеры вокруг гостевые, так называемые, их более 300. В общем, на весь комплекс, на 2000 квартир у нас 1000 парковочных мест. Но вы же понимаете, что машин будет больше. Больше, чем 1000? Больше, чем 1000. Слушайте, еще раз, давайте 0,5 коэффициент. Здесь, здесь, здесь просто, я вот просто здесь снимаю, да, квартиру и живу сейчас. Я вижу, как машина паркуется на тротуарах или еще где-то. И понимаю, потому что нету, в принципе, да, физически мест недостаточно для того, чтобы разместить машину. Коэффициент 0,5 с подземным паркингом и скрытым, не скрытым, а огражденным, охраняемым на 600 мест. Даже этого, на наш взгляд, будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечить. Ну, плюс еще места дублера, которые есть вокруг комплекса. Друзья, ну, про локацию, я думаю, что вы уже все поняли. Сейчас мы будем разговаривать про цены, что в эту цель входят. И тут Паша уже будет дирижировать, выступит в роли, так сказать, мучителя. Поэтому я с удовольствием передаю ему слово. Я коммуницирую спросу обществом и в целом, что мои коллеги, что там партнеры-застройщики. Ну, все, конечно, удивляются ценах. То есть я сравнивался с той же застройкой притяжения, уже упомянутого в нашем диалоге, да. И разница достигает где-то, там, 50% с цены метров. Ну, грубо говоря, есть там 75, у вас есть высокие, это же 150. Поэтому вот в качестве, так сказать, запроса топ-10, там, я не знаю, критериев, нюансов, консенсии и так далее, которые вот позволяют вам выходить с такой ценой еще, вы сегодня видели, ну, стояли, то есть на глубоком докотловании, я бы сказал, как местами, да. То есть, вот, что вы в этой цене подозреваете, адресуя такое предложение покупателя? Что позволяет вам выходить с такой ценой в сравнении с притяжением, да? Ну, я бы так вопрос, что позволяет нам? Нам никто не может позволять, мы сами, мы сами оцениваем свой продукт, да. Что вы там оцениваете? Что у вас такого класса, что он столько стоит денег? Вы видели концепцию нашего благоустройства? Я видел, когда мы с зрителями, когда я был на презентации, я больше скажу, я прослушав презентацию, много для себя было, я уже сложил, но мне бы хотелось, чтобы вы зрителям пояснили. И нам такой вопрос очень часто поступает от клиентов, которые звонят, поэтому для того, чтобы полностью оценить ценность продукта, нужно приехать в отдел продаж и посмотреть, чтобы менеджеры рассказали, собственно говоря. Ну, во-первых, это отличающаяся концепция, да, полностью, да, это закрытый двор, без машин, безопасный, собственно говоря, да. Я могу очень много, в принципе, рассказывать о нашем проекте. Я не могу, как-то, топ-10 коротко. Ну, то есть... Ну, это просто, да, я сейчас просто топ-10, если это дворовая территория, как двор-парк, ну, то есть и на нем можно просто там насчитать очень большое количество того, чего нет ни в одном жилом комплексе в академическом, да, ни в обиду никому, ни с кем не сравниваю, я говорю о наших преимуществах, да. Это наличие холлов, которые, ну, места общего пользования, да, да, 7-метровые, да, и плюс, да и вообще просто места общего пользования, неважно, это центральная секция или любая другая, это просто нужны рендеры, я надеюсь, когда в видео, да, добавить рендеры, многим из ваших подписчиков станет понятно, да, это и сервис, который мы предлагаем, с точки зрения нас своя сервисная компания, которая обслуживает все наши жилые комплексы, и все это в совокупе позволяет нам сформировать вот эту цену, которую сейчас вы видите. Смотрите, вот вы говорите 7-метровый пол, у нас тоже есть застройщики с высокими потолками, мест общего пользования, у нас есть жилые комплексы с закрытыми дворами, без машин, вот брусника, пожалуйста, но все равно у них нет такой цены высокой, что еще есть такого, за что стоит, ну, переплатить, скажем прямо. Ну, смотрите, почему нет, ну, почему у брусники такая цена, это лучше вопрос тогда им задать, да, мы оцениваем свой продукт вот так. Если я правильно понимаю, что вы посмотрели на бруснику, увидели, что она себя недооценила, то есть она довольно быстро продалась и, в общем, зарядились оптимизмом. У нас нет, да, задачи прям вот продавать по 100 квартир, да, в месяц, такой задачи нет. У нас получено проектное финансирование, мы считаем то, что, ну, то есть оценка нашего продукта, какая сейчас, причем, что я хочу сказать, что эти цены действительно на старте, да, и кто сейчас будет вкладываться в наш проект, ну, то есть дальше цены будут расти, просто по опыту предыдущих наших проектов мы это видели и ровно, точно с такими же возражениями сталкивались. Вы знаете, каждый человек, вот я работал в атмосфере с самого его начала, каждый житель, ну, или дольщик очень много приходили и говорили о том, что у вас дорого. Почему так дорого? А потом эти же, те же самые клиенты приходили через год, полтора, два, когда уже была часть инфраструктуры готовая, да, когда уже был возведен монолит, они приходили и говорили, Геннадий, почему вы нас тогда не уговорили купить? Потому что, допустим, на примере атмосферы мы там студии начинали продавать в миллион девятьсот пятьдесят. Через год они уже там стоили два с половиной минимум, да, а через еще один год, когда мы практически там уже кводу дома в эксплуатацию, они стоили по три с половиной. И люди, которые в нас поверили, очень неплохо и до сих пор, да, вкладывают деньги в наш проект и зарабатывают. Вот поэтому и здесь то же самое сейчас, на мой взгляд, да, да, вы говорите, мы новички на рынке, да, но я хотел бы сказать, что мы новички на рынке Екатеринбурга, но мы не новички на рынке девелопмента, да, поэтому я считаю, что цены сейчас на старте, это мое личное мнение, да, достаточно лояльны и с перспективой, так скажем, да, для роста. А вот две недели продаж, консультации и так далее, оно вам дало какое-то понимание, ну, попали в целевую аудиторию, то есть удается ли снять это разрешение по цене или пока народ, ну, мое виднее благоустройство, оно безусловно продается для готовых, безусловно, то есть если все там поплайны, все те будут реализованы, это просто космос и в готовом виде оно будет себя продавать за, может быть, и более высокие деньги, но вопрос картина и застройщика, у которого в городе не на что посмотреть. Мы не строили каких-то больших планов по продажам, мы хотели как раз выйти и пощупать, да, рынок, ну, то есть у нас есть там и оптимистичные планы, и есть там и более пессимистичные, да, как раз-таки на то, что люди будут, ну, мы предвидели, да, возражения по поводу того, что вы новичок и так далее, поэтому еще раз, мы от продаж с точки зрения стройки никак не зависим, хотелось бы нам больше продавать, возможно, но нужно ли нам сейчас это в моменте больше продавать, наверное, нет. Что касается, удалось ли снять возражения по поводу того, что вы новички, мы показываем просто уже наши действующие проекты, которые были изначально в зародыше, это были рендеры, показываем фактически фотографии, это можно сделать, зайдя на сайт нашего, там, допустим, той же самой атмосферы, там есть прям три онлайн-камеры, которые показывают, на каком этапе сейчас благоустройство, и что оно соответствует как минимум, там, 99% того, что мы заявляли, да, а местами даже мы улучшаем эти какие-то решения, да, вот у нас, допустим, по атмосфере жители, когда мы вводили дом, обратная связь от жителей, что получилось даже круче, чем на рендерах. Ну, вы, наверное, на презентации помните, когда Виктор презентовал, вы видели фото, рендеры, и, ну, там, даже их отличить в целом невозможно, да, от рендера, от фотографии. Вот это очень важный и, я бы сказал, даже больной вопрос у нашей местной аудитории на этапе продажи красивые картинки, и по факту совсем не то, что купили на картинках. Будет очень здорово, если вы реализуете так, как у вас на рендерах, потому что, ну, блин, двор, парк, это новый уровень, я бы так сказал. Потому что, когда к нам впервые зашла брусника, она задала такой новый тренд, вот на эту безмашинную среду, вот этот дворчик, вот эта зелень, и сейчас все, как бы, к ним подтягиваются. Ну, и, конечно, брусника за счет этого сумела свою аудиторию собрать, любителей, почитателей. Сейчас она у них сформировалась и большая. А есть застройщики, которые рисуют одно, а делают потом вообще, они вообще не делают. Вот есть такие. И у нас-то, в чем вопрос, и у аудитории такой же будет, скорее всего. Где гарантии, что вы сделаете так красиво? Четыре футбольных поля, это сколько надо травы-то засеять, деревьев посадить. И мало того, вы еще в нескольких уровнях это делаете. То есть, это же, это же, это вот это все, четыре пруда, четыре. Вы что с ними зимой делать будете? Вы что с ними зимой делать будете? У нас вообще тут до минус тридцать и бывает. Это не астрах, а не арбузы не растут. Сейчас они уже. Вот как они, что, что будет происходить там? Что это в лед, там нутки замерзнуть лапами или что будет? Как, 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 зимчок, котов, будьте. Смотрите, давайте, вопрос номер один. По поводу гарантий. Вот у нас ни один застройщик в договор не делает приложением картинки 3D. Вы делаете? Нет, конечно. Почему? Если мы в договор долевого участия внесем рендеры или какие-то, ну, я не знаю, там, спецификацию того или самого, того же самого оборудования, да, это мы в дальнейшем, если мы какое-то изменение захотим внести даже с точки зрения улучшения проекта, нам нужно будет с каждым дольщиком согласовывать изменения этих проектов. Как вы считаете? То есть, получается, нету гарантии? Гарантией, гарантией того, что все будет точно так, как на рендерах, являются наши предыдущие проекты. В Астрахани. Да, в Астрахани. Да, именно в Астрахани. Именно для этого мы сейчас планируем свозить в Астрахань 20 топ-риэлторов, да, которые будут продавать наш проект, чтобы они своими глазами увидели, пощупали, чтобы они понимали, да, то, что мы здесь заявляем, какая мы компания, как мы строим, что это реально, что это не просто соответствие. Соответствие не просто наш маркетинговый или маркетинговый ход, да, а это действительно подкреплено делами. И клиенты, которые приходят к нам в отдел продаж, я в первую очередь всем менеджерам рекомендую показывать им, заходить прямо на сайт, показывать соответствие проекту рендеру и фактической стройке сейчас на данный момент. Это происходит в режиме онлайн, то есть это не какой-то записанный ролик, да, а это жизнь. Вы можете, может любой клиент в любое время, дня и ночи зайти и посмотреть, что там происходит и как. Двор, он, безусловно, крутейший, то есть вся эта там канатная дорога, да, это полно называется. Пампайдрэйк, зиплайк, я очень много. Ну, это такая тарзанка с одного холма на другой вы можете съехать, очень круто. У меня один вопрос, даже два скорее, то есть это вот в таком виде, это уже есть в Астрахани и уже есть понимание, что это можно реализовать и обслуживать за какой-то адвокатной цене, потому что, ну, даже при 100 тысяч метров квадратных шлях, выглядит как будто это просто какие-то космические деньги на содержание, чтобы у тебя канатная дорога на дворе была, это вот, блин. Ну, давайте так, Павел, канатная дорога, это сейчас же, сейчас все ваши подписчики представили себе курорт Роза Хутор и такой, да, фуникулер, который поднимает вас к себе в квартиру. Не совсем так, это, ну, это зиплайн, просто тарзанка, которая, то есть там нет никаких космических или инженерных сооружений больших, да, которые стоят космических денег. Это вот, что касается просто того же самого зиплайна, да, что касается обслуживания, то есть у вас вопрос в том, есть ли это в Астрахани или нет. Смотрите, у нас в Астрахани плюс-минус территория, вообще территория самой атмосферы, это 6,6 гектар. Здесь у нас 7 гектаров участок, территория, которая отдана под благоустройство, 3, да, 3 гектара мы отдаем под двор, собственно говоря. В атмосфере плюс-минус, ну, там, может быть, 2,5, да, отдано под благоустройство, и сейчас, ну, мы начинали обслуживать в атмосфере с квадратного метра, там, в районе 24 рублей. 24 рубля – это стоимость обслуживания квадратного метра с консьерж-сервисом. А вазовый риф в городе сколько? 18. Мы когда заходили, нам точно, ну, нам также говорили, что что-то дороговато, что-то, и сейчас мы, ну, планируем, и причем, что сейчас, нужно понимать, да, введен всего лишь один дом в эксплуатацию. Дело в том, что мы просто сервисная компания наша, у нас нет задачи зарабатывать именно вот на ней, как на коммерции, да, у нас собственник даже датирует, да, как на начальном этапе, когда не заселен полностью комплекс, он даже датирует туда деньги только для того, чтобы обеспечить именно тот сервис для наших жителей, которым мы, собственно говоря, и заявляем. На наш взгляд, 40 рублей с квадратного метра сейчас на старте, ну, мы озвучиваем это клиентам, да, я знаю, что, ну, на первоначальном этапе тяжело просчитать полностью, да, там, все благоустройство, но мы считаем, что при 100 тысячах квадратных метров 40 рублей – это вполне возможно обслуживать без заработка. Мы придем и проверим квитанции. Вы знаете, мы недавно снимали обзор жилого комплекса, ну, том, который называется Соха, мы так объяснили, почему Соха, ну, пускай, так, и это точечная застройка. Да, вот такой двор. Там двора нет, ну, то есть, там достаточно одного дворника с метлой, вот, все, то есть, там нету никаких тарзанок там и так далее. 60-70 рублей за метр квадратный, понимаете, берут за обслуживание территории и, и, и каким-то образом они же вычислили эту цифру. Так вот, у нас сомнения по поводу того, что при 40 рублях, что вы впишетесь в эти 40 рублей. Ну, я, вот опять же, смотрите, Иван, я не могу ответить, почему Соха, вы меня спрашиваете, я не могу ответить, почему у них 60 или 70. А вы это просчитали, ну, свою имеется экономику? Я нет, ну, ну, у нас есть сервисная компания, которая, конечно, конечно. Вот, у меня, знаете, еще какой вопрос по благоустройству, они как, ну, такой вот, ну, семейный, прям, такой, семейный, ну, типа, вот эти вот, диплайли, там, ну, это все же для детей, а по сути, вот. Ну, нет, нет, там, у нас, если взять, если, да, да, причем, что вы, если посмотрите на эти детские площадки, там очень много всего и для взрослых даже есть. Это помимо, там, у нас только пять спортивных площадок, да, о которых мы говорим больше для детей. Если конкретно детские брать, то их всего три, но зато какие они, да, то есть там для детишек от одного до трех, от четырех до семи. И самая центральная площадка большая, я думаю, что мне бы было, как взрослому, я бы с дочкой очень, у нас, поскольку в центре холма у нас, в центре двора у нас располагаются два холма, один из них, 10 метров, с трехэтажный дом, на нем расположены различные горки, это такой некий... Как на нем снег чистить? Зачем чистить снег? Мы хотим, чтобы люди оттуда катались на ватрушках зимой. Пожалуйста, ну, то есть вы говорите о том, что у нас снега в Астрахани выпадает два раза в год, два раза за зиму, два раза. Люди все берут, собирают быстренько коляски, пока он не растаял, пока, ой, коляски, санки. А здесь снег сам выпадает, ну, мы сделали специально эти два холма в центре для того, чтобы можно было их оборудовать и зимой спокойно кататься без какой-то дополнительной, там, уборки снега. А вот все стекает во двор и куда-то там... Парни просто не знают, сколько снега выпадает. А, кстати, еще к вопросу еще астраханского менталитета, мы называем так, у вас же там четыре зоны воды, взаимодействие с водой, а вы прикидывали, что для уральцев там жаркий климат, он... Ну, вы видите, у нас малоснежное уральское лето. Ваш климат заставляет меня вернуться в Астрахань, так скажем. Вот, и получается, что если у меня появляется там солнечный денек, то я скорее на табаду и рваную сразу купаться, чем вот этот вот морский бассейн мочить. То есть не будет ли такого расхождения, ну, менталитет уральства с подходами астраханцев в плане, ну, нафига мне вода, нафига мне за нее переплачивать, если у меня этих солнечных дней в году, фиг да нифига. Ну, вы сами ответили на свой вопрос, возможно и будет, ну, значит, этот комплекс, наверное, ну, если для вас не является этой ценностью, ну, наверное, вы и не купите. Значит, ну, у нас нет задачи 100% клиентов всего Екатеринбурга перетащить к нам в Амонс. А, кстати, вот кто ваша целевая аудитория? Потому что для меня, ну, для меня это двор семейный, несмотря на то, что они, кстати, все раз в возрасте, семейный двор, но при этом в квартирографии больше 50% студий и однуши. Ну, смотрите, что касается, да, что касается квартирографии и кто наш клиент, мы, опять же, анализируя академический район, мы понимали, что здесь, ну, основная масса застроек, это эконом, ну, стандарт так называемый, да, стандарт, ну, вот в этом ключе, да, мы считаем. И оплатежеспособность населения здесь, здесь молодые семьи, ну, то есть позволяет людям улучшить свои, так скажем, жилищные условия, да, качество жизни. Оставшись в локации, да? Да, оставшись в локации, то есть есть же приверженцы локаций, которые любят именно академически, которые здесь работают, которые здесь живут, которым не нужно, там, куда-то каждый день ездить, да, в центр, ну, а может быть, даже и нужно, но они остаются приверженцы этой локации. В основном, это аудитория, вы правильно сказали, это семейная, но в том же, почему однокомнатные студии, потому что семейные же могут быть и без детей, могут купить себе евро, однокомнатную квартиру, спокойно в 40 квадратах жить, или, может быть, к примеру, семья покупает сыну своему, да, который будет жить. Ну, то есть мы предусмотрели абсолютно все возможности, чтобы каждый желающий, допустим, молодой парень, там, да, он посмотрит на холлы, посмотрит на благоустройство, влюбится в наш комплекс и скажет, что он мечтает жить здесь, да, и может взять, может, родители ему купят студию или однокомнатную квартиру. Ну, вот, основная, да, аудитория, это все-таки семейные, да, жители академического, которые хотят жить в более качественном продукте. Да, в северном. А нет ли у вас опасений, что господа из брусники уже исчерпали? Ну, то есть они изначально заходили тоже с ценником, который для вокаций был выше рынка, и там, вот, типа, да, действительно, есть адепты академического, они такие, типа, надоело мне жить в ваших муравейниках, пойду я, вот, любимый, понятный, понятный ключ-ворк, так что так или иначе вы всех жителей Дегтябурга-Пастерка не отвезете и не покажете свои дома. А есть вопрос в чем? Есть ли опасения? Опасения нет. Ну, могут ли быть такие люди? Могут. У вас большой акцент сделан на дворе. Помимо двора, внутри пространства зданий какие-то для людей места предусмотрены? Конечно, конечно. Мне было бы удобнее, если бы мы смотрели на рендеры, да, и комментировать, но, конечно, это велосипедные, это, у нас в центральной секции расположен атриум, так называемый, да, очень много зон тихого отдыха, есть зона с камином, где вы можете посидеть, порелаксировать, послушать книгу или просто посидеть, подумать, да, есть отдельная зона, где просто можно провести какую-то деловую встречу. Мы ее не называем каворкингом, да, но там есть такая возможность со столами, где вы просто можете пригласить своего партнера или, к примеру, снять YouTube-ролик, да, тоже почему нет, пожалуйста, есть такая возможность. Что еще из фишек, если говорить про внутренности дома, да, это кафе на территории нашего атриума, которое будет работать и на внешнего пользователя, и на внутреннего, причем, что в одной из водных зон, про которую мы говорили, мы располагаем летнюю террасу, и столы располагаются прямо... Вы были в парке Гальцкого? Нет, не были? Вот посмотрите фотографии парка Гальцкого, кстати, архитекторы, которые принимали в разработке этого проекта в парке Гальцкого, они принимали участие и в нашем проекте, собственно говоря. Есть возможность в летние, да, хоть и редкие в вашем городе дни, да, посидеть у водички, заказать кофе в атриум, в кафе, да, попить вкусный горячий кофе с круассанами. У нас в центре нашего также есть тихие зоны, да, ну, то есть территория кафе расположена таким образом, что вы внутри можете посидеть, закрыть, если вдруг погода испортилась, вы можете сесть за столы уже на территории самого атриума. В центральной части будет расположен рояль, будет играть вечерняя музыка, у нас есть детский центр... Подождите, я уточню, прямо будет сидеть музыка, настоящий, живой? Ну, то есть он не будет сидеть там 12-13 часов? Все верно, все верно, это не стоит больших денег, я вас уверяю. Рояль, нет, холь. В вечернее время вы можете выйти, насмотреться... Кого пригласить за рояль? Не поцуй, ладно, давай, да. Да, есть рояль, ну, то есть вы можете посидеть под аккомпанементы рояля, да, можно... Можно самому сбазать, мурку. Да, что еще и сервисы мы предлагаем, у нас будет детская комната, да, в которую есть возможность, помимо того, что вы просто можете оставить ребенка там, да, оплатив какую-то, ну, то есть это будет платная история, если вы хотите оставить ребенка с няней... Это наша с тобой тема, мы же отцы детей. То есть мы можем, подождите, вот мы можем уйти снимать ролик детей, сбазить кому-то. Снять пиво, парить себе, ноги в водичку и сидеть, чилить, как в Турции, ноутбюзи. Короче, короче, что мы сидим? Макс, вырубай нахрен все, пошли оформлять сделку, пошли. Продал. Нет, кроме шуток, это даже не для, ну, действительно, ну, то есть есть возможность оставить ребенка, мы понимаем, насколько мамочкам сейчас очень... Да и папочкам, я вам скажу, не рекомендую. Да, ну, то есть, да, да и папочкам, вы пришли к вам, допустим, кто-то там, да, поговорить, вы с ребенком, ну, вот, пожалуйста, отдайте его в детскую комнату, пойдите поговорить. Ну, это я так понимаю, что детская комната все-таки отдельные деньги, это уже все равно подлезает. Именно, чтобы вы могли оставить, ну, да, с кем-то, то да, то это за дополнительную плату. Но этот человек там будет находиться. То есть там будет специальный, да, воспитатель-аниматор, который следит. Она будет расположена на втором этаже, то есть это такое отдельное помещение на второй этаж в атриуме располагается, поднимается, все закрыто, безопасно, за ними наблюдает администратор. Я у нас это встречал только у одного застройщика, кстати говоря, тоже тюменские, они строят у нас, ну, называют это... Это коттеджный поселок, солнышки. Это не как вы многоквартирные дома, вот они там дуплексы, вот эти 4-4 дуплексы. И у них есть такая услуга, вот как раз такая комната, где детишки могут тусоваться. Вот такая штука на самом деле, они говорят, работают прямо вообще все в восторге. То есть ты в город поехал, ребеночка там сдал час, два, три, даже на день можно оставить. Они там и покормят, и там игры какие-то с ними. У вас такая же история? Да, у нас, ну, плюс-минус похожая. То есть это у нас, у жена, у собственника, она занимается детскими садами. Развивающий центр, да, так его назовем. И сейчас мы на втором доме, вот у нас второй дом атмосферы, вводится как раз в сентябре. Хотя, ну, кстати, раньше срока мы его... Он должен был в четвертом квартале в декабре сдавать. Сейчас мы его раньше срока хотим вывести на рынок. Ввести дом в эксплуатацию, там тоже как раз-таки спроектировано и уже построено будет к тому времени вот эта детская комната, где есть возможность. Да, то есть там, посмотрите, сейчас мамочки, они и папочки, вы уже говорили, Павел, да, они очень заняты, да, и вот куда-то ей там на ногти, муж работает постоянно, ей на ногти даже уйти, а с ребенком не поедешь, правильно? И вот есть такая возможность оставить, вот как в торговых центрах, да, есть... Комната. Отдали и пошли шопиться. Здесь то же самое, только при жилом комплексе. Ребенок под прикрытием, под присмотром, даже если вам не нужно там куда-то уезжать, вы можете спуститься в атриум, попить кофе, спокойно провести время в тишине, да, потому что, ну, жена должна, она выполнять такую функцию, да, когда ты приходишь, она тебя должна заряжать, а если она 24 на 7 с ребенком, она уже вот такая. Поэтому мы видим в этом ценность, в том числе, и поэтому это тоже предусматривает. У меня вопрос, и вам уже продали, он уже договоров уграет, у меня вопрос, почему такой долгий срок в договоре прописан? То есть я смотрел проектную декларацию, там первый квартал 25-го года сдача, а первый квартал 26-го передачи ключей, это какой-то космос. Либо это ошибка на сайте, наш дом РФ, либо это какой-то резерв заложен, либо, ну, то есть вот, потому что жители спрашивают, что дела там, строить должен. Ну, смотрите, здесь нужно сказать о том, что у нас есть два графика строительства. Один из них, один из них внутренний, на который мы ориентируемся, а второй запасной. Ну, здесь нужно понимать, что регион для нас новый, он не такой, скажем, ну, теплый, да. Мы берем просто запас для себя, так скажем, это наш первый проект здесь, мы понимаем, что пристальное внимание к нам, поэтому мы взяли запас для того, чтобы точно не подвести, не ударить грязь лицом. А, ну, хорошо, и оптимистичный график, безусловно, не там, беря какие-то обязательства, ну, вы можете отлучить? Ну, собственно, и просто мы активистично, если никакого, еще что-то не подбросить в начале следующего года, там, да, здесь происходить. Спланировать достаточно тяжело, потому что то одно, то второе. Собственник ставит задачу, там, два-два с половиной года закончить это все. Ну, в первую очередь имеется в виду, да. Ну, причем, что нужно понимать, что мы, что строя атмосферу, что строя укроп, укроп вообще мы начинали сначала делать благоустройство, а потом уже переходить, грубо говоря, к самому строительству дома, для того, чтобы жители сразу могли понимать, что мы соответствуем рендерам, да. Второй, первый дом, мы начали строить атмосферу, и с первым домом мы сдали, ну, наверное, процентов 40 от первых двух домов. Да, то есть мы сдавали, если вы рендеры потом подгрузите, то здесь и крытый паркинг, и все площадки вот здесь на крытом паркинге мы сдавали сразу с первым домом. У нас задача такая, чтобы жители, кто в первую очередь в нас поверил, кто купил, чтобы они тоже могли пользоваться, хотя бы не всеми благами, да, сразу, но какой-то частью благоустройства могли пользоваться. Здесь задача тоже такая же стоит, чтобы часть благоустройства уже сразу сдать с первой очереди. Можно тогда еще вопрос? Я обратил внимание, что есть трехкомнатная квартира, там 95, ну, то, что действительно семейная, да, нет, о чем даже в директ писали по ней, но почему-то ее окна выходят на улицу Аминсену, то есть с точки зрения шумоизоляции, околозных систем, что и как, ну, то есть технически, что лежит в конструктиве, что позволяет качество жизни обеспечить в сообществе с точки зрения шумоизоляции. Извините, я добавлю, это, кстати, мой вопрос был, в том числе. Читаю вас. А вот сейчас мы уже понимаем, что сейчас сложности с поставками, там, с материалами и так далее, вы вообще из чего строите собирались? Это я просто немножечко расширил, Паш, вопрос, какие это будут материалы, где вы будете купать, беличезли кирпички, да, немецкие окна шуков, и с чем устроено? Строим из монолита кирпича и штукатурки, если говорить о внешнем фасаде, где мы будем покупать зона не моя, зона снабжения, не подскажу, поэтому, что касается шумоизоляции, здесь проработали вопрос, ну, в целом у нас в стандарте продукты, это, да, если говорить о самой шумоизоляции квартиры, у нас очень толстые стены в 25 сантиметров, причем, что 7 сантиметров внутри еще проложена звукоизоляция, мы здесь очень... Это внутренние перегородки? Это межквартирные стены, которые 25 сантиметров, с 7 сантиметрами звукоизоляции, более того, мы еще под стяжку прокладываем звукоизолирующий слой пеналонного 0,5 сантиметров, и такой получается звукоизоляционный бассейн для того, чтобы соседи снизу как можно меньше слышали ваш топот, и, собственно говоря, не напрягались от топота или там передвижения какой-то мебели. Поэтому здесь, что это касается внутренней шумоизоляции, что касается шума от дорог, это двухкамерный стеклопакет спокойно закрывает всю шумоизоляцию, которая с внешних источников происходит. И это я знаю на опыте у нас, на атмосфере однокамерный стеклопакет, он 32-й, когда делали благоустройство, у нас есть шоурумы, и здесь, кстати, тоже они будут, да, и мы сможем показать функционал наших планировок. То есть у нас работает вот так под окном, наш шоурум располагается на втором этаже, под окном работает бетономешалка, я открываю окно, все слышно, я закрываю окно, и тишина. Окей, ну и Иван, Иван на самом деле говорит, что он бизнесмен, но не так много зарабатывает, поэтому его интересуют вопросы субсидированные ипотеки, да? Конечно. Вот жители спрашивают, будет ли что-то, вообще же модно, вот эта ипотека под 1%, ипотека под 0% в Москве, вот что-то такое планируется у вас для тех, кто хочет в долгую играть и, собственно говоря, какой-то измечный платеж себя диспетчет минимальный. Смотрите, что касается субсидированной ипотеки, будет вопрос, в каком ближайшем, ну так мы только получили разрешение, мы только аккредитовались там во всех основных банках, поэтому нам сейчас поступают предложения от банков-партнеров, от Сбера, от ПСБ, ну то есть от большинства, большого количества. Банка мы сейчас посмотрим по условиям, и, ну то есть будет ли субсидированная ипотека, будет вопрос только что чуть позже. А рассрочка сейчас уже есть? Да, уже есть. Да, уже есть рассрочка. Понятно. Просто и рассрочка, кстати, тоже достаточно. Перейдем оформлять договор, Наталья. Риелторский канал. Я зарабатываю, Наталья, да? Нет, у меня есть последний, давайте острый вопрос. Кто вам рисует эти планировки? Наш отдел частично... Как можно в этом жить вообще? С комфортом и кайфом. Вот так. Где места хранения? Где мастер спальня? Реклама. Дорогие друзья, мы вместе с Павлом Репиным снимаем видеообзоры жилых комплекса города Екатеринбурга и планируем и в других городах снимать тоже. Это максимально независимый контент. Мы принципиально не берем денег от застройщика, как это делают другие обзорщики, которым заплатили. Они приехали, сняли то, что им показали. Совершенно мы делаем не так. Мы делаем так, как считаем нужным. Мы делаем это с точки зрения простого обывателя и гражданина, как будто бы мы сами покупали квартиру в этом ЖК. И все, что нам интересно, все, что важно и полезно, мы пытаемся вам показать абсолютно независимо ни от кого. Помимо этого, я специально для вас в этих ЖК делаю обзор планировок. И вы можете посмотреть и выбрать для себя наиболее подходящую планировку. Этих планировок появляется все больше и больше и больше. И будет еще больше, потому что на каждый ЖК будет разбор квартир, которые находятся в этом ЖК. Если вы планируете там покупать квартиру, то вам это будет очень полезно. Вы сможете выбрать и не потратить впустую свои деньги, а выбрать квартиру с умом, потому что вы будете знать, что выбирать. Для этого вам необходимо подписаться на мой канал на платформе Бусти. Ссылочку я оставлю в описании. Эта подписка стоит по цене двух мороженых 500 рублей в месяц. И вы получаете доступ к этому контенту, где я для вас разбираю планировки из этих ЖК. Реклама закончилась. Смотрите, нужно понимать, Иван, что сейчас мы первые четыре подъезда выпустили на рынок. Это первый этап. В первой очереди там везде есть места хранения. Если мы говорим о том, что это... Разберем отдельно. Давайте, давайте. Мастер-спальни в трехкомнатных квартирах, пожалуйста. Двухкомнатные квартиры с мастер-спальней будут во втором этапе. То есть у нас богатое количество планировок, очень функциональное. Мы можем об этом подискутировать. Итак, друзья, планировки мы отдельно разберем. Но я не обещаю, конечно, каждую. Но основные топчики отберем. Вот Паша мне поможет. И посмотрим, есть ли места хранения, как расположена кухня. Есть ли окна в ванных комнатах, например. Ну и так далее. В общем, это все. Если не найдете, если вам что-то будет смущать, вы всегда можете обратиться, чтобы я сделал для вас разбор планировки. Ну или заказывайте дизайн проекта. Ну, а на этом все. Поблагодарим за большое интересное интервью. Честное гостеприимство. Кстати, пример вам, наши родные застройщики. Застройщики, которые до сих пор боятся звать нас в гости, чтобы мы задавали открытые вопросы. Почему-то как-то все вот так вот. Но ничего, мы будем и без вас про вас снимать. Поэтому спасибо. Я бы тоже хотел вас поблагодарить за проявленный интерес. За то, что у вас комьюнити такое достаточно открытое. И риэлторское сообщество. И вот очень продвинуто, так скажем, YouTube-обзоры. Вам большое спасибо. Надеюсь на обратную связь. Кстати, если вы по планировочкам отработаете, будем рады. Мы открыты всегда к обратной связи. Да, пожалуйста. И вы, Павел. Работать. Нет, мы абсолютно открыты. Если у вас какая-то есть обратная связь от партнеров, Наталья тоже всегда для вас открыта. Пожалуйста, мы открыты к обратной связи всегда. Все, я с вами кофе пить. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Здесь говорят правду, да. Здесь говорят правду. Все.